В Одинцовском районе насчитывается 44 библиотеки и у каждой своя богатая история накопившихся проблем. Устаревшая мебель, ветхие здания, неактуальные книжные фонды. Библиотеки находятся в разных местах, разная посещаемость, разные группы интересов. У кого-то в основном это люди пожилого возраста, кто-то на центральной улице Водинцова считает, что к ним пойдет молодежь и надо акцент больше делать в сторону молодежи. И так далее, и так далее. По мнению муниципальных властей, решать проблемы нужно комплексно. Вот уже много лет библиотеки по всему миру ищут новый формат работы. Такой, который будет по-прежнему устраивать старшее поколение и при этом привлекать молодежь. Зарегистрированы пользователи. У нас 53 тысячи на 1 января 2017 года. В основном за 5 лет эта цифра в основном коллегится от 53 до 55 тысяч. Ниже этой цифры мы не опускаемся. Развитие библиотек предусматривает федеральная программа. Так, с начала года в Московской области утверждены 50 целевых показателей эффективности муниципалитетов. Работу библиотек будут оценивать по 24 пунктам. Мы год назад начали заключать дорожные карты с каждой библиотеки, как нам переходить в новую типологию, которую от нас требует Минкульт. И рассмотрим сейчас, что нам необходимо, чтобы наш рейтинг по этому критерию подтянулся и был в зеленой зоне. По словам Виталия Савилова, в рамках реализации дорожных карт с начала года списали почти 12 тысяч ветхих зданий. Кроме того, в библиотечных залах стали появляться современные информационные стенды для посетителей. С философией, с наполнением, с дополнительными занятиями, с взаимодействием с молодежью. То, что по силам нам без особых вливаний, все сделаем в этом году во втором-третьем квартале. То есть работу библиотек мы перестроим в короткие сроки. А уже капитальные ремонты будем проводить по мере наших финансовых возможностей. Кроме того, собравшиеся обсудили возможность привлечения волонтеров из числа школьников и лицеистов района. По задумке, молодые люди смогут существенно помочь библиотекам в организации массовых культурных и образовательных мероприятий.